Добрый вечер на телеканале Россия 24, вести Ульяновского региона. С вами Елена Гончарова и вначале коротко о главных темах. Расти духовно, усмирить страсти, помогать нуждающимся. Мусульмане отмечают у Роза Байрам. Новые тротуары, парковки и зеленые зоны. В Ульяновске началось благоустройство дворовых территорий. Рабочие профессии – это престижно и перспективно. В регионе стартовал всероссийский профориентационный конкурс «На кону путевка». Мусульмане всего мира встретили сегодня один из самых значимых и почитаемых исламских праздников разговения – Ураза Байрам. Он знаменовал окончание священного месяца Рамадан и даровал верующим мусульманам еще одну возможность духовного очищения. Как встретили долгожданный Ид Аль-Фитр в нашем регионе, расскажет Мадина Исмаилова. В священный месяц Рамадан один из самых почитаемых у мусульман и требует строгого соблюдения поста. Являясь девятым месяцем лунного календаря, его началом считается появление Луны. А учитывая то, что лунный календарь на 11 дней короче Григорианского, каждый последующий год Рамадан начинается и заканчивается на 11 дней раньше предыдущего. В этом году праздник окончания поста выпал на 10 апреля и объединил всех мусульман общей радостью. Мы еще и продолжили, но месяц кончился Рамадан. Прямо понравилось так. Понравилось? На душе легче стало намного. Как и в христианстве, пост в исламе – это время физического и духовного очищения. Именно в этот месяц мусульманам была ниспослана священная книга Коран, по заветам которой и живут приверженцы ислама. Поэтому с самого утра мечети области стали точкой притяжения верующих на коллективные таравих-намазы. А проповеди и молитвы имамов в этот праздник особенно цельны. Будет у всех праздничный добрый день, что мы приказ Всевышнего Создателя выполнили его. И судный день будем обрадованы. Иншаллах, Бог даст рай им. Этот праздник всегда воплощает добро, совершенствование. Этот праздник всегда изговоряется добрыми делами. Поэтому я думаю, что не только в этот день надо совершать добрые дела по отношению к своим близким, по отношению к тем, кто нуждается, но и вообще на протяжении, наверное, всей своей жизни. По утверждениям богословов, в священный месяц спастящимся прощаются грехи, а их молитвы обязательно будут услышаны. Поэтому отдать свой долг перед Всевышним стараются даже самые маленькие. Мы держим по полдня, потому что родители не разрешают, а то будешь сильно уставать. Для мусульман ураза Байрама – это символ возрождения и очищения от всего греховного. Поэтому и отмечают праздник с особенным размахом до трех дней. В это время дома верующих открыты для всех гостей, а столы ломятся от различных язв национальных кухонь. Приходите в гости, у нас столы накрыты. Пироги готовим, блины. Все мусульманские язвы у нас готовы. Столы сегодня самые лучшие, самые вкусные события, красивые действительно. Один из таких вкусных столов для всех желающих накрыли в Протопоповке, в местном продуктовом магазине. Идея родилась в этом году, но, по словам владельцев, праздничная акция точно обретет статус традиционный. В ближайшие три дня в честь праздника Роза Байрама ждем всех жителей деревни Протопоповка, независимо от вероисповедания, на чаепитие. Очень вкусно, спасибо большое за праздник. Праздник нам такой устроили в честь своего. Большое празднество, знаменующее окончание поста, мусульмане будут отмечать еще несколько дней. Ведь, как и говорилось, ждут священный месяц целый год. И каждый верующий старается прожить эти 11 месяцев согласно всем предписаниям Всевышнего, чтобы достойно встретить следующее испытание постом. В регионе стартовали работы по благоустройству дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ульяновск стал первым муниципалитетом, где приступили к выполнению запланированных на 2024 год преобразований. Работы уже стартовали у дома 84 на улице Гафурово. Нашему дому более 40 лет. И за это время у нас увеличилось количество машин. Парковочных мест нашим жителям не хватает. Узкая дорога и разбитые тротуары очень расстраивают нас. Молодым мамочкам негде возить коляски, гулять с детьми. Бабушки у нас ходят по грязи, по ухабам. Проблему решили на собрании собственников. Сообща, изучив условия программы, обсудили проект и перечень грядущих преобразований. Летом жильцы должны принять работы. Это новые тротуары, проезжая часть, подходы к подъездам, парковочные места и зеленые зоны. Начало оптимистичное. Очень хорошо делают у нас заказчик, стройзаказчик делают работы. Очень активно. Надеюсь, что так и будет у нас продолжаться до конца и сделают все в сроке. В 2024 году нами запланированы работы на 32 дворовых территорий. Уже сейчас на 15 дворовых территориях ведутся подготовительные работы, установлены информационные щиты, ведется геодезическая разбивка территории, готовятся работы по обрезке зеленых насаждений. Всего же благодаря нацпроекту обновят территории 73 дворов в областном центре Димитровграде, Новоульяновске, Барыше и Инзе. Проект формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется в Ульяновской области с 2018 года. За это время благоустроили 667 дворовых территорий. Только в 2023 году обновление прошло в 88 дворах в пяти муниципалитетах. В Ульяновской области назначен новый глава Министерства здравоохранения. Кресло министра занял главврач Центральной клинической медсанчасти Юрий Келин. Соответствующее предложение ему поступило из регионального правительства. Одновременно он сложил и мандат депутата законодательного собрания. Исполнять обязанности главы Минздрава Юрий Борисович начал с сегодняшнего дня. В должности министра он уже вылетел в Москву на встречу в федеральное ведомство. Там сегодня обсуждают вопросы, касающиеся социальных выплат и повышения зарплат медикам. Ульяновские школьники идут на уверенный старт. Наш регион стал пилотной площадкой по запуску нового профориентационного конкурса. К участию приглашаются восьмиклассники всех школ области. На кону тур путевка в Ханты-Мансийский автономный округ. Обо всем подробнее наш следующий материал. Рабочие профессии – это престижно и перспективно. Об этом точно знают в Ульяновском колледже «Городостроительство и право». Здесь учат рационально использовать земельные ресурсы, строить автомобильные дороги, проектировать здания и делать их максимально удобными. Например, проводить в дома газ. Это направление очень востребованное, так как газификация полным ходом. Тем более у многих сейчас индивидуальные газовые котлы. То есть необходимо об обслуживании. Ежегодно на эту специальность набирают 25 студентов. Колледж активно сотрудничает со школами. Тем, кто выбирает остаться в 10-м классе или приобретать профессию, показывают, чему их в СУЗе могут научить и на чем. Мы располагаем всем спектром оборудования, которые вы видите в кадре, которые необходимы для того, чтобы привить ребенку навыки слесоля, который может спокойно обслуживать газовое оборудование. Здесь есть и препарированный котел, который позволяет разбирая его, видеть внутреннее устройство. Здесь есть и присовщик нескольких видов водяной, есть воздушный, есть аппарат для сварки полипропиленовых труб. Мы формируем мотивацию наших детей, профориенционную, в том числе через реализацию федеральных проектов. Но один из наиболее ярких проектов – это «Билет в будущее». В этом году, в текущем, в 2024-м, 10,5 тысяч наших школьников примут участие в данном проекте. Не менее масштабным может стать и конкурс «Уверенный старт». Регион запускает его в партнерстве с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и «Газпромнефтьхантас». Участники должны будут пройти несколько отборочных этапов, в рамках которых будет представлено тестирование. Необходимо будет написать небольшое эссе, снять видеовизитку на определенную тему. В Югре мы покажем ребятам Центр управления добычей «Газпромнефтьхантаса», в котором в режиме онлайн с помощью цифровых технологий дистанционно следят за параметром работы нефтяных скважин и производственной инфраструктурой. Также ребята посетят Южно-Приобское месторождение, которое является одной из крупнейших в России. Это и многое другое увидят 20 победителей конкурса. Все, кому исполнилось 14 после регистрации на платформе «Россия – страна возможностей», получают доступ к заданиям проекта. Отбор продлится до 19 мая. Имена лучших назовут в конце месяца, а уже в августе они смогут увидеть, как живут и работают настоящие нефтяники. В Ульяновской школе борцов греко-римского стиля – событие. Сразу две юбилейные даты в этом году отметил один из ее наставников. Виктору Ковалеву исполнилось 60. Из них 40 лет он трудится на тренерской Ниве. За это время наставник подготовил около 20 мастеров спорта по классической борьбе. Он также и отличник физической культуры и спорта, а еще – судья международной категории. И все же тренерская эстезия для него главная. В нее он вкладывает всю свою душу. Психология здесь человека-христианина, который делает доброе дело и не ждет за это расплаты. Брать ребят с улицы, заводить в зал, делать из них настоящих мужчин, которые могли бы потом в будущем защитить себя, семью, родину. Сам тренер выстраивает свои отношения с воспитанниками исключительно на доверии. Оно помогает борцам в критических моментах и является своего рода катализатором спортивного и личностного роста. Он может мне помочь даже в ситуациях жизненных, не касаемых моей спортивной карьеры. Поэтому это как второй отец. Я прошел через многих тренеров, поэтому я хочу отметить, что только он работает на результат, а не для каких-то своих благих намерений. Он очень хочет, чтобы мы стали хорошими спортсменами и хорошими людьми. На данный момент Виктор Коваль готовит двоих воспитанников на первенство страны среди студентов. Оно состоится в мае в Якутске. Но перед этим борцам придется сдать промежуточный экзамен в Нижегородской области. Там состоится всероссийский турнир памяти Алексея Серебрякова. Он станет генеральной репетицией перед решающими схватками. 13 апреля пройдет масштабное событие для творческой молодежи Ульяновской области. О фестивале креативных индустрий сегодня речь пойдет в программе «Арт-студия» с Викторией Дроновой. Она продолжит эфир «Канал Россия-24» менее чем через минуту. Ну а сейчас мы расскажем вам о погоде. Оставайтесь на канале «Россия-24». Всего доброго. В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, умеренный. Температура воздуха ночью по области плюс 1, плюс 6. В Ульяновске от 1 до 3 выше нуля. Завтра днем по области плюс 17, плюс 22. Все свободно хошел goESnasse. Все свободно. Суббард-студия. Музыка.